Сижу и плачу. Я президентом не буду. Это даже не шутка. Тяжелый случай. Тебе не кажется, что пора рассказать, куда мы летим? Это сюрприз. Ну, хотя бы намекни. Там есть город, где миллион маленьких огоньков не дадут тебе уснуть. В этом городе не бывает ночей. Там совсем не хочется спать. Может, Шанхай? А вот и нет. Там озера посреди тишины лесов. Швейцария? Ну, скажи, куда мы летим? США? Канада? Африка? Счастливого путешествия в... Беларусь. Страна для жизни. Беларусь – страна для жизни. Беларусь – самая привлекательная в мире страна. Привлечь здесь могут ни за что и каждого. Прогуляться пришел. Представились, предъявили служебное удостоверение и объяснили причину задержания. После разъяснения прав и обязанностей предложили проследовать в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства. Что я нарушил? На бумаге. В действительности же налетели, как стая голодных шакалов, просто за то, что в руках у человека был флаг, под которым в 1994-м на верность Беларуси и белорусскому народу присягал Александр Лукашенко. Однако времена меняются, и сегодня, чтобы снять этот флаг с балкона, к домам подгоняют автовышки. Вот дают. О, герои нашей Ашасы. Поглятись и ноги. А за критику таких действий и высказывания нежелательной для властей позиции задерживают даже на разрешенных митингах. Нет, это не бандиты. Это сотрудники милиции, надежно выполняющие свой долг перед родиной. Запомните их лица. Всмотритесь в каждого, кто от стыда опускает глаза. А если узнали в ком-то из них соседа, знакомого или бывшего одноклассника, пишите. Пишите их имена, фамилии и адреса, чтобы каждый мог выслать им благодарственное письмо с открыткой. Ведь охранять стабильность наше неспокойное, а время дорогого стоит. И обидно, если героические поступки так и останутся незамеченными. А потом такие чучела приходят домой и рассказывают своим мужьям, женам и детям о том, как много опасных преступников они сегодня словили. Правда, ответить на вопрос «За что?» не могут. А ответ очень простой. За то, что вышли на улицу без разрешения властей. Да, я не шучу. Никаких массовых мероприятий в это время не планировалось. Просто на календаре было 25 марта. День воли. Неприятный день для властей, судя по акциям прошлых лет. Да и какая воля, если наш бренд – диктатура. Диктатура – очень интересное слово. Слово «диктатура» уже порой, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг. Иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, но послезавтра точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. В этом году перестраховались настолько, что упаковали даже музыкантов, которые хотели сыграть на улице бесплатный концерт. В итоге людям пришлось исполнять песни самостоятельно. Пока не появилась сама опасность с мегафоном. Мероприятия неразрешены в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Напоминаю, что к вам может быть применена физическая сила и использованы все средства. Не вынуждайте сотрудников милиции применять к вам физическую силу и использованы все средства. Еще раз убедительно. Ну, тут вам уже и четыре в одном. И диктатура, и государство для народа, и пешеходная улица, и готовность города принять тысячи туристов во время события планетарного масштаба вторых европейских игр. Приезжайте, приезжайте, приезжайте до нас в Беларусь. Хотя вы что, думаете, что там в этих ваших Европах лучше? Я проехал весь мир. Я видел Европу. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Ой, нет, это уже про Беларусь? Ты посмотри на эту скотину. Ну что, больные? Ты же свенцем. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службу безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. В концлагере «Беларусь» начался предвыборный год. А агрофюрер расхватило еще и весеннее обострение. Из-за грязных коров своих должностей уже лишились руководитель Могилевской области, заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства. Где корова, а где обосранная скотина, разобраться уже было непросто. Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудит по всей строгости закон. Ко мне не обращайся. Виноват нарушники сразу в следственный изолятор. Кстати, «Слежи» – это название сельхозпредприятия, где Лукашенко увидел обосранную скотину, а не рекомендация по ее очистке. По традиции, несколько раз в год на фоне падения своего рейтинга Лукашенко устраивает показательные разносы местных начальников. Я вам просто отвинчу головы, подмышку положу, и вы, если сможете, пойдете. За 25 лет подобных спектаклей с отрыванием голов, наручниками и уголовными делами белорусы насмотрелись уже вдоволь. Так, от сценария с самого начала не отклоняемся. Подходим, значит, сначала к жестянке в дверном проеме и пробуем ее отковырнуть, значит. Это с этого начинается всегда. Если бы я был руководителем, а ты был бы у меня здесь, то это был последний день твоей работы. Ну, когда-то жена отвалилась, ее же надо было приделать, жестянка. С этого начинается абордация. Далее, значит, просим включить вентилятор, и вентилятор не включается. Включи вон тот вентилятор. Я же тебе не сразу сказал включить этот вентилятор, потому что я был уверен, что он не работает. Вы не на того нарвались. Значит, дальше на мех дворе идем к заржавевшему приводу и спрашиваем, включается ли он. Приводы тут хоть работают? Работают. Где он работает? Он раком стоит у тебя. Он уже не будет работать, он же заржавел. Так, и кульминация. Подходим к деревянной обшивке, первая попавшаяся справа будет. И откалываем ее только молча, молча, чтобы было слышно характерный звук. Вот так. Ничего без президента в Беларуси решить нельзя. И зачем нам только контролирующие органы, прокуратура, суды, исполкомы, милиция? Чем вообще занимается правительство? Если сам президент вынужден копаться, извините меня, в говне. Если корове предложить жижу, навоз или сухое место, никогда корова не ляжет в жижу. Она выберет сухое место. Она не такая глупая, как некоторые, которые там работают. А потому и каждая поездка президента в отдаленные уголки страны, как глоток свежего воздуха для местных. Ничего не изменится, зато хотя бы узнают, как надо. Те 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, мы вообще без них можем обойтись. Можно верить, а можно проверять. В январе доля убыточных колхозов без господдержки составляла не 25, а 56%. Более половины от всех хозяйств. К слову, по статистике, белорусская корова дает в среднем на тысячу килограмм меньше молока, чем украинская или российская. А потому и бесится. Нет, не корова бесится, а Лукашенко. Мозгов у вас нет. Не можете, уходите. Это нетерпимо. Но есть образцы хорошей работы. Почему нет результата? У вас провал по всем направлениям. По всем направлениям. Кивалы, кстати, зря соглашаются совсем подряд. Я поняла, Александр Дмитриевич. Результат-то на самом деле есть, но только на бумаге. У тебя реально 900 рублей зарплата в обязательстве? Да, да, да. Без всяких натяжек? Без всяких натяжек. У нас никто просто так не получает. В реальности же... Ну, 700, 600. Ну, скажи мне честно. Вот 700 рублей в деревне получаем. Можно жить? Ну, если иметь свое хозяйство, свой огород. Вот это большая проблема. Люди перестали заниматься своим хозяйством. Ни один вопрос без внимания президента не остается. Ведь не могут чиновники самостоятельно разобраться ни с зарплатами, ни с ценами. Меня удивило то, что у нас цены выросли на крупу. Вот мне надо разобраться, в чем здесь причина. Это Александр Григорьевич общался с избранными жителями Барановичей. Неизбранных же оттеснили на несколько сотен метров. Столько Барановичских собралось. Интересно. Хотя, что там такого секретного, совершенно непонятно. У меня дома стоит плитка газовая и электрическая. Включаю эту плиту, ставлю сковородку, эту картошку пожарить. Ну, зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Разрешите лично обратиться? Я сторонник вашей, как говорится. Ну, даже если прости. Личная просьба, можно за руку с вами? А, ну, пожалуйста. Здесь служба переживает, что с президентом за руку и за руку. Я вижу, что вы сторонник. Причем доброжелателен президент со всеми, независимо от убеждений пола и возраста. Так, всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу. А что липийскую медаль выиграли? Да. Но самыми ценными по-прежнему остаются советы президента. Ведь он единственный в стране знает, как правильно ремонтировать дороги. Дорога должна иметь серповидный профиль. Что я сделал? Вот в деревню, где я живу, взял с Батура, другом твоим когда-то, 7 километров у меня дорог от Витебской трассы. Прошло время ее ремонтировать. Я сам буду ее делать. Позвал Батура. Замерили сантиметром. Серповидный профиль, представляете? Да. Говорю, вот так сделаете. Боже мой, Александр, уж нельзя. Я говорю, почему нельзя? Нормы. Я утверждаю вам эти нормы. Бегут с гаишниками, с автомобилистами. Автомобиль скатится. Про таком уклоне съедет, перевернется. Перевернется. Говорю, я буду отвечать, а ты в тюрьму пойдешь. Говорю, я буду отвечать, а ты в тюрьму пойдешь. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Прошло 7 лет. 7 лет. Практически ни одной трещины. Ни один автомобиль не перевернулся. Слава богу, и я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге. На большой скорости. Как же все-таки повезло белорусам, что профессионал во всем остается с ними еще на один срок. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную какую-то там минуту свалил, сбежал и так далее. И все повторится вновь. Обнищание, обещания, советы и перлы. Должны быть какие-то новые формы. Некие там флеш-мобы или как там матерные слова. Есть такое, да? Еще чего-то жесткое решение. Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, одевайте длинное платье и будете на балу танцевать. Она говорит, господи, да я никогда эти платья не носила длинные. Ну, сейчас будешь танцевать. С кем я буду? С Румасом будешь танцевать. Ну, и они там начали тренироваться с Румасом. Потом, я думаю, что с Румасом? Качанова Наталья Иванова симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин, чиновниц, с военным человеком. А Румас симпатичная девчонка. Ну, худо-бедно танцевали. И после этого я уже получаю информацию. Все дрожали, все не хотели. А я хочу, чтобы это стало традицией в нашей стране. Это мелкое такое мероприятие. Все женщины потом мне информация поступает. Говорят, вот молодец Лукашенко. Говорят, хоть заставил нас быть женщиной. Большое спасибо Лукашенке. Дай Бог ему здоровья, чтобы он постоянно был нашим президентом, уважаемым. Больше юмора и сатиры в программе «Субъекты» у Набилсати. Больше информации о беспределе силовых органов и реальном экономическом состоянии страны в следующих выпусках. Лютый трэш в Инстаграме. Больше эксклюзивной и оперативной информации в Телеграм-канале Нехта. Спасибо за внимание. До новых встреч и хороших вам новостей. То, что нельзя заблокировать и запретить. Поток свежей и эксклюзивной информации. Действительно смешно. Инсайды фотосекретных документов и видео с закрытых мероприятий. Нельзя? Конечно, нет. Материалы от подписчиков. Трэш государственного масштаба. Телеграм-канал Нехта. Покуль не подохни Лукашенко, у Беларуси до лепшега ничего не изменится.